Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Выборы внеочередные в Рижской Думе закончились. И сейчас, как мы знаем, правые партии, условно так назовем, активно формируют правящую коалицию, когда состоится заседание. Первая Рижская Дума еще неизвестно, поскольку судебные процессы идут. И основные решения, я так понимаю, ожидаются в понедельник и вторник. Узнаем, какое решение принял окружной административный суд. Будут ли перевыборы на двух, а может быть даже и на трех участках, где были обнаружены непроштампованные конверты. Ну, это, может быть, тема отдельного обсуждения. Хотя, если успеем, мы сегодня обсудим с нашими экспертами. Анжей Данович у нас сегодня в студии и Норман Гроссич. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот я просто знаю, что у Анжи была замечательная идея. Кто-то может сказать, что она популистская. Но вот мы успели, наверное, переговорить до эфира с нашим сегодняшним экспертом. И он сказал, что тут популизмами не пахнет. На самом деле, вполне реально в Риге, так же, как в свое время в Таллине и в Юрмале, сделать абсолютно бесплатный… Не только в Риге, это можно по всей стране реализовать. По всей стране, да. Абсолютно бесплатный общественный транспорт. Вот сейчас мы об этом обсудим. Но, может быть, для затравки я вот, не знаю, такую ремарку, наверное, брошу. Но мы знаем, что ничего хорошего в бюджете Риги на следующий год Рижа не ждет. Уже будущий мэр господин Стаке заявил о том, что, во-первых, на 20 миллионов минимум сократится доходная часть бюджета из-за того, что уменьшается поступление в самоуправлении от подоходного налога с населением на 5%. Таково решение правительства. Это раз. Во-вторых, есть еще какие-то дополнительные расходы, в том числе по этим всем социальным пособиям. В общем, бюджет будет сокращаться, а вы тут со своей идеей общественного транспорта. Да, значит, вот сейчас к власти пришли, кстати, даже, ну, я бы их не назвал правыми, да, потому что, скажем, вот у того же самого Стакеса, в общем-то, в багаже в основном депутаты из партии прогрессивной, а партия прогрессивная – это ультралевые, то есть они вышли из социал-демократов, значит, выступают там, ну, у них вся полная, значит, распорядок дня, то же самое, которое у левых, то есть это однополые браки, значит, это иммиграция, значит, поддержка исламской иммиграции, то есть полный комплект вот ультралевых, абсолютно, то есть это неправые, то есть никак неправые, вообще ни разу, значит, так что пришли к власти, в общем-то, такие довольно жестко левые, но пока что они там еще не совсем все поняли, то есть они сами говорят, что для них пройдет примерно год, пока они научатся работать в Думе, ну, ладно, пусть учатся, скажем, но пока вот они учатся, мы хотели вот действительно напомнить, продвинуть вот эту инициативу о бесплатном общественном транспорте, и обосновать ее можно, значит, мы назовем цифры, значит, но перед этим надо отметить, что вот это все вот страшные байки о том, что вот там минус 20 не хватает, там у них может быть что-то еще минус 10 не хватает, но напомним, что, значит, Европейский Союз сейчас выделяет огромные суммы, значит, на борьбу с экономическими последствиями эпидемии, и Рига, если грамотно действовать, то есть если наш бывший мэр там в парламенте спать не будет, и вице-мэр, и так далее, значит, это намек вот нашим депутатам Европарламент, то Рига может получить в год от Евросоюза 350 миллионов, то есть вот тут они плачут, что там минус 20 не хватает, как бы, значит, а 350 можно получить вообще легко, значит, просто, ну, да, надо поработать, надо бумаги написать, но это можно сделать. Это можно сделать. Ну, об этом, может быть, еще тоже поговорим, что касается общественного транспорта, Анжи, может быть, несколько слов о бесплатах. Это утопия или это реальность? Я сначала вернусь к формированию бюджета, да. Тут впору сомневаться в профессионализме тех, кто сейчас занимается так называемым бюджетом, потому что он по всем экономам и экономическим формируется с тех денег, которые, образно говоря, бродят в экономике страны, в экономике города. Соответственно, получается, что чем больше денег впрыскивается в экономику, тем больше потом возвращается в бюджет. Во всех нормальных странах уже давным-давно, когда какой-то кризис первым делом поддерживает социальную сферу и делает государственное вливание через социальную сферу в экономику, и потом эти деньги возвращаются в бюджет через налоги, пройдя через много-много рук, поддержав много-много предприятий. Здесь та же самая ситуация. Если государство тратит деньги в социальную сферу, они потом попадают в экономику города, страны, и частично возвращаются в бюджет страны, частично в муниципальный бюджет. И речь идет о том, что не нет денег на то-то, а куда лучше эти деньги потратить, чтобы больше назад вернулось. С этой стороны надо смотреть. Другими словами, не надо бояться тратить деньги. Чем больше мы потратим, тем больше мы потом соберем, и тем больше будет рабочих мест наших людей. Да, вот что касается действительно бесплатного общественного транспорта, может быть, чуть-чуть о математике. Я понимаю, что всегда на слух цифры просто плохо воспринимаются, но мы не столько цифр, сколько общие принципы. Ну вот, можно открыть, чтобы было наглядно, сайт Лига Сатекс МЛВ. Они как раз там отчет свой дали. У них годовой оборот 191 миллион. При этом парковки, аренда недвижимости, то, что у них есть, много что чего. Там есть свои доходы, есть свои расходы. Но основное, это, конечно, дотации густарства. Но не суть в этом. От продажи билетов они получают 45-50 миллионов латов. Это, грубо говоря, позапрошлый, прошлый год, а не латы, простите, евро. При этом они же сами указывают, что у них расходы фискальные на сборы этих денег 25 миллионов в своем же самом бюджете указывают. То есть, выпикнули, половина сразу ушла непонятно куда. Но это еще не все. Помимо этих расходов, есть еще административные расходы. Те самые непонятные люди, которые там сидят в администрации, скажем так, регасатусно, на непонятных должностях. Ведь у нас же что получается? Каждые новые выборы надо кого-то где-то пристроить. Где их пристроить? В порту, регасатус, монорынки. Может быть, теперь новые власти уйдут от этой практики? Да, но вот чтобы уйти, надо как бы там долго разбираться, кто там что чего. Проще просто сделать транспорт бесплатный. И тогда все ненужные люди, их можно будет... А контролеры? А как же без контролеров? Мы так привыкли к контролерам, которые на помощь, на подмогу охрану, фирму, муниципальную, полицию. Мы о них заботимся. Это очень нервная работа. Позаботимся о психическом здоровье все-таки. Не надо. Да, сейчас ковид, значит, эпидемия, потом грипп будет, значит, начнем толкаться по общественному транспорту. То есть, мы можем сделать транспорт бесплатный, и контролеры смогут найти себе более интересную, скажем... Но это ведь будет бесплатно для всех, в том числе для гостей. В том-то и дело, что абсолютно невыгодно делать его платным для кого-то, так как остается тогда фискальная часть. То есть, все эти обслуживания вализаторов, обслуживания бухгалтеров и прочее, прочее, прочее. Это же большой бизнес. Вы что? А вот эти вот талоны, я извиняюсь, что не будет больше талонов? А зачем они, да? Речь идет о том, что выгоднее всего все это полностью убрать. Что тогда остается? Остается, грубо говоря, надо на это дело 50 миллионов евро. 25 миллионов уже можно не тратить на их сбор, значит, уже 25 есть. 14 миллионов у нас Рига Сатвенс показала в балансе доход за прошлый год. И что у нас получается? У нас остается каких-то 10 миллионов не хватает, чтобы сделать полностью бесплатный общественный тракт. Но это еще не все. А куда будут люди тратить деньги, которые сохранятся... Которые они сохранят... Сэкономят, фактически, не покупая билеты. Да, самое необходимое, да. Ведь кто ездит на общественном спорте? Те, кто не может себе позволить ездить... На лимузине, скажем так. Не только на лимузине, да. Ну, я шучу, да. И в итоге что получается реально... И, кстати, парковки в городе. Вот, может быть, ехать припарковаться и не будет такой толчей. Во-первых, я еще не закончил. Деньги, на самом деле, бюджет соберет даже больше, чем потратят за счет того, что они рассосутся по экономике. Но тут вот на выборах мне очень интересно было посмотреть дебаты, когда спрашивали, как вы будете бороться с шумом на улице, как вы будете бороться с пробками на выезде, там, с той же имманты. А вот так вот и будем бороться, что люди пересядут на общественный транспорт, будет меньше машин, будет меньше шума. И получается, что огромное количество проблем мы будем решать не их следствие, а именно причину вылечим. То есть увеличим количество, увеличим возможность людей ездить на общественном транспорте, соответственно, это уменьшит количество и транспорта, и шума в городе, и загрязнения. А это и экология, и много чего еще. То есть это можно было сделать сразу после прошлых выборов, но там просто у тех, кто тогда были у власти, у них была очень хорошо отстроена эта система получения денег. В том плане, что, значит, если человек действительно пикнул, тогда половина сразу улетает как бы за обслуживание, но это обслуживание, как выяснилось, на примерно 10 миллионов в год дороже, чем обслуживание аналогов в Таллине. То есть там сумасшедшие цены, и, на мой взгляд, необоснованные, и там, опять же, уже потом скандалы, что у владельцев этого обслуживания там Бентли, там, значит, виллы строятся разные. То есть очень успешный такой бизнес ведется за счет рижан, которые там просто вот, действительно, на свои не такие уж большие доходы покупают билеты на общественный транспорт, и таким образом создают за миллионеров, которые за обслуживание, значит, там наживают. То есть мы предлагаем убрать еще и коррупционную составляющую. Конечно, значит, и вот это как раз очень удобный момент, когда это можно сделать в Рижской думе. То есть, ну, мы как бы оба, значит, были тоже кандидатами от партии Центра на этих выборах, то есть у нас принцип такой, что мы, если мы проходим, тогда мы делаем изнутри, то есть, допустим, в 95-м я там прошел, наша партия там в то время, значит, прошла во власти, там сделали, допустим, свободные порты, свободные экономические зоны. Если мы не проходим, мы предлагаем это с улицы. Сейчас мы, значит, вот этой новой Рижской думе предложим, значит, вот этот принцип бесплатного общественного транспорта, ну и дальше это уже зависит, тут это реально тест, значит, для них. То есть они собираются воровать, продолжать вот эту самую коррупцию, которая была, или они собираются делать по-новому. Ну, посмотрим. Мало того, если нет бюджета Рижской думы, они сейчас гордились своими связями с правительством, с государством, что теперь это как бы одна команда. Одно целое. Пускай попросят 10 миллионов из госбюджета. То есть, фактически, цена вопроса для того, чтобы действительно транспорт стал бесплатным, это 10 миллионов в год всего. Вот открываем баланс Рига Сатаксмы, да, то, что они сейчас опубликовали, да, и у них прямо это по балансу видно, да. Мало того, государство тоже не потеряет, а наши с этих денег тоже, когда они вернутся в экономику, будут в городе крутиться, да, а наши тоже получают налоги назад от людей. И это еще не все, это еще и привлекательность столицы, да, привлекательность государства, то есть, это еще и увеличение потока туристов, да, это улучшение гостиничного, ресторанного бизнеса, да. То есть, очень-очень много... Очень много косвенной прибыли, если так сказать. Да, там десятки пунктов, получается, и эти... А в Таллине это все вот они уже осознали, что это выдано со всех сторон, да? Нет, в Таллине пошли по неправильному пути, да. Очень хорошо, что это. То есть, они не сделали полностью для всех бесплатно вообще. Только для жителей Таллина, да? То есть, они не убрали фискальную составляющую, то есть, они тратят деньги на сбор денег, это неправильный подход. У них более дорогая модель, скажем, но вот Люксембург сделал полностью правильно, то есть, допустим, если человек прилетает в Люксембург, он просто садится на автобус, едет в центр, то есть, это все бесплатно, и дальше тоже он перемещается. И на станции в том числе? Да, конечно, я сам так делал, то есть, это... И платить не надо? Нет, значит, это не ввели, и все в порядке, значит, и очень комфортно, значит, перемещаешь по всему княжеству, значит, Люксембург, который по размерам, ну, совместимым, наверное, с Вига какой-то мере и... Даже чуточку меньше, возможно, да? Ну, наверное, да, скажем. Ну, по сути, скажем, очень действительно для туристов суперудобно, то есть, не надо там думать, как там, где там приобрести билеты, как их там, значит, компостировать, где там что там, да? Там все нормально, значит... Это не ударит по бизнесу, не знаю, маршрутных такси или таксомоторов? Ну, бизнес может быть разным, да, всегда можно, как бы, перепрофилироваться, да, с другой стороны, если кому-то не нравится ездить в автобусе, в троллейбусе, а хочет маршрутки, да, то, пожалуйста, мало того, маршрутки все равно останутся у нас, например, в Юрмальском направлении, в другие направления, то есть, бизнес-то такой останется, он не может полностью быть ликвидирован, тогда просто тогда придется Рига с Атмос, организовать кучу новых маршрутов, чтобы отобрать те, где только сейчас маршруты, а это нет необходимости сейчас. Отбирать не надо, то есть, ну, в принципе, значит, ответ тоже, такси тоже не исчезнет, то есть, сэкономленные деньги, если кто-то захочет, сможет туда тоже немножко там потратить, так что такси, можно сказать, даже выиграет, и, может быть, даже микроавтобус могут тоже выиграть, потому что просто у людей будет чуть-чуть больше свободных денег. А вот действительно, если так вот задуматься, ну, вот то, что приходит в голову, представляете, вот 22 автобус, который идет, допустим, в аэропорт Рига, он будет бесплатный, действительно удобно и жителям Латвии, и иностранным жителям, которые иногда даже не знают, сколько было разных конфликтов, человек приезжает, не знает, какое такси взять, там разные фирмы, какой будет счет в итоге, сел на автобус и поехал прямо в центр. Мало того, для иностранцев они привыкли, что проезд дорогой у них, да, и они это априори уже так думают, что это дорого, и проблема, приезжая в другой город, это где билет, у кого купить этот билет, как правильно его использовать. Как эталон, да. А сейчас весь ковидом, кстати, билет у водителей-то купить нельзя, между прочим. Если у тебя нет вот эталона, то до свидания, так я понимаю. Там есть, конечно, какой-то автомат, который стоит на остановке в аэропорту, но, извините, скажем, освоить автомат по прилету, да, это такая задача, ну… И получается есть, что иностранец видит в буклете в рекламу, что в этой стране, в этом городе вообще у него таких проблем с передвижением нет, он становится достаточно привлекательным для его посещения. То есть, это дополнительный аргумент, который реально, скажем, если у него есть выбор, там, лететь, условно говоря, в Вильнюс или в Ригу, а в Вильнюс платно, а в Ригу бесплатно, то, значит, если вот… Это может сработать в пользу Риги. И однозначно туристическому бизнесу это идет на пользу, потому что человек перемещаться по городу, значит, комфортно, ну и так далее. То есть, это один из плюсов. Аджи, вы сказали, что на самом деле речь идет о бесплатном транспорте не только в Риге, но и во всей стране. Это тоже, вы считаете, реальность совершенно? Ну, а чем Рига отличается от других? Только тем, что она столица, да. Других городов. Если модель, опробованная в Риге, она подтверждает свою эффективность, она не может не подтвердить эффективность, да, то я абсолютно уверен, что другие города быстро придут. Дорога, просто Резек, Юрма уже, ну, правда, Юрмачан, да. То есть, может даже быть, что сейчас из других городов прислушиваются и первыми введут, тоже были бы рады. Тем более, что суммы, ну, дотации из бюджета самоправления в маленьких городах будет не 10 миллионов, намного меньше. Ну, там, да, там даже сотнями тысяч иногда будет исчисляться всего лишь. Вот, значит ли это, ну, вы уже, в принципе, косвенно ответили на этот вопрос, тем не менее, так что было понятно, что вполне можно обойтись без этих вот заработков, без этих, там, не знаю, двух евро, которые раньше покупали у водителя. А это не заработок, это, я объясню просто ситуацию, да. Может, это несколько отключено, но опять вернемся к сути, да. Вот, например, взять ВВП. Нам всех убеждают, что ВВП у страны должен расти, и расти, что это хорошо, да. Но если совсем уж упростить, да, то это просто количество денежных трансляций во всей стране. Соответственно, что мы делаем, платное образование ВВП растет, делаем платную медицину ВВП растет. Вот, получается, что делаем платное общественное, ВВП растет, да. Так для чего это сделано? Чтобы это показывать другим, где-то там, далеко за нашими границами, что у нас растет ВВП, что мы развиваемся. Это вот так вот наша страна развивалась. Просто находили что-то, где-то можно увеличить количество проходящих денег, да, чтобы показать, что у нас растет благополучие. Ну что ж, Андрей Сданович, Леонид Гостенч, перевемся на короткую паузу, потом продолжим говорить не только об общественном транспорте, но вот я знаю, есть идея, чтобы просчитать вот этот новый минимальный гарантированный доход. Об этом тоже поговорим. Я думаю, это касается большинства, наверное, жителей Латвии, которые, ну, действительно, хотят понимать, что дальше будет в социальной политике государства. Не переключайтесь. Добрый день, еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот мы говорили о возможности в Риге вообще по всей стране сделать общественный транспорт бесплатным. Ну, как, по крайней мере, один из наших экспертов сегодняшний, Андрей Сданович, уверен, что это вполне реально, и это даже экономически выгодно, и он это обосновал. Ну, еще, наверное, есть одна важная тема. Мы знаем, что Конституционный суд буквально вот этим летом целый ряд решений вынес, и он разнес вообще всю социальную политику государства пух и прах, потому что вот тот минимальный доход гарантированный, который государство платит тем людям, которые остались без средств существования, ну, он просто мизерный. Это вообще, ну, даже несерьезно. Было 58 евро, сейчас 64. Ну, и правительство обещает, да, в месяц, кстати говоря, в месяц, не в неделю, в месяц, правительство обещает в связи с решением Конституционного суда разработать новый план или новую схему выплаты и расчетов этого минимального гарантированного дохода. Вот, Норманд, я знаю, что целый ряд стран сейчас обсуждают вот такой универсальный гарантированный доход или минимальный, называйте, как хотите. Видите, у нас, кстати, давно уже с 2014 года больше не рассчитывается ни потребительская корзина минимальная, ни минимальный прожиточный минимум, ничего у нас это не рассчитывается. Может быть, даже умышленно, чтобы этот уровень нищеты не определять. Конечно. То есть, тут надо понимать, что политика правительства, значит, она действительно, скажем, была предельно циничная, и не зря суд, значит, конституционный ее разнес в пух и прах. Они сделали правильно, значит, но тут речь уже, значит, о современной экономике, мировой при том, в развитых странах идет о том, что, значит, не только те люди, которые бедны, но и, скажем, чтобы вообще для населения обеспечить вот эту подушку уверенности, то есть, универсальный базовый доход, universal basic income по-английски, то есть, это, в общем-то, для всех. То есть, по сути, получается так, что, значит, человек будет получать какую-то сумму, значит, в развитых странах просто гарантированно, значит, вместо того, чтобы он там подавать 20 заявлений по поводу, 25 разных пособий, а просто, значит, даже с точки зрения администрирования проще. То есть, он получает, условно говоря, в месяц там тысячу евро, значит, и если он еще и работает, ну, тогда он большой молодец. Примерно вот такая политика в развитом мире, значит, она будет скоро уже реальностью. Например, в Италии, вот наши союзники, там, партии Центра, это партия Лига, когда они были у власти, они добились снижения пенсионного возраста, это раз. Значит, и второй момент, что они сделали, они ввели вот этот доход, базовый, 760 евро в месяц. Значит, если человек зарабатывает меньше, значит, тогда включается вот государственный механизм в Италии, и человек начинает получать 760 евро. То есть, это наша вот такая, ну, патриотическая партия, которая была у власти какое-то время, значит, позапрошлом году. Они успели это сделать, потом их уже там отодвинули, там, более левые силы. Значит, что касается, значит, того, что мы предложили в Латвии, то есть, это уже, когда начинался этот кризис, люди стали терять работу. То есть, мы предложили, в общем-то, концепт помочь не предприятиям, как у нас это делалось, а помочь людям. То есть, люди у нас, главное, не СИА очередной там. Я поясню еще, почему вообще на Западе пошла такая тенденция, всегда лучше смотреть в корень. Со стороны кажется популизмом, да, а на самом деле, когда развивается промышленность, развиваются технологии, роботизация, просто не требуется столько на Западе уже, ну, не только, не требуется столько рабочих рук. И получается, что, в принципе, идти можно двумя путями. Либо сокращать рабочий день, либо сокращать рабочие места. Ну, тогда что делать с теми, для кого работы не хватило? Запад решил идти путем просто выплаты пособий. Есть еще путь изобретения ненужных, иногда даже вредных профессий. Этим путем тоже Запад идет. Но, как оказалось, все-таки проще какой-то давать базовый минимум. И Латвия в данном случае не исключение. У нас при всем желании никогда на всех не хватит уже при нынешнем уровне технологий рабочих мест. Поэтому сейчас это… И дальше эта проблема будет все острее и острее, потому что роботы будут заменять какие-то функции. То есть, в кассе, в реме, в максимуме, до сколько, значит, там, кассиров уже освободились. И это только начало этого процесса. Это вообще, значит, потом, смотрите, следующее, уже будет беспилотный такси скоро, да, который будет дешевле, чем пилотный, и так далее, и так далее. И получается, все-таки уже речь идет не о тунеясе со стороны тех, кто получает такое пособие. А просто реально нет работы. Да, да, то есть, кто работу имеет, тот позволит себе какие-то, ну, не могу сказать, что излишества, но что-то больше, да. Но просто вот так вот выкидывать на помойку, извините, всех остальных, да, ну, это несколько неправильно, скажем так. Это, мягко говоря. Вот в самом начале, но вы напомнили, что для Риги будет доступна из этого фонда разогрева экономики в свете пандемии. Это брюссельский такой фонд, 365 миллионов евро. В принципе, очень большие деньги. И сам будущий мэр, господин Стакис, вот посетовал на то, что до сих пор, вот до сегодняшнего дня, ни одного проекта, как эти деньги осваивать, нету. А без проектов, как мы понимаем, Брюссель деньги выделять просто так на проедание не будет. Что здесь вообще можно предложить и что здесь делать? Ну, я уже в первой части передачи сказал, что, конечно, надо поработать, в том числе, нашим депутатам в Европарламенте, у которых, скажем, на помощников каждый месяц каждому депутату, включая бывшего мэра Мушакова или вице-мэра Америкс, они получают месяц 25 тысяч евро, как депутаты Европарламента, на помощников. То есть, их помощники могут за эти 25 тысяч евро в месяц написать очень хороший проект. То есть, честно, как помочь родному городу, да, который их избрал в Европарламент. Но если они это не делают, до сих пор, как мы видим, ни одного проекта нет, то, значит, ну, это в конце концов должна была уже делать государственная администрация или, по крайней мере, ну, поскольку там же коалиция у нас теперь в Риге и в стране одна и та же, они могли уже готовиться. Значит, ну, по-любому сейчас им придется это делать, если они хотят что-то получить, но получить можно. И, как мы уже говорили, что, значит, если нам дают 365 миллионов в год, то мы легко можем за 10 миллионов евро решить вопрос с бесплатным общественным транспортом. И, значит, город станет гораздо комфортнее, значит, и наша экономика, значит, Рига после, значит, пандемии будет оживать гораздо быстрее, значит, и живее, когда транспорт станет бесплатным. Так что надо просто писать проекты, значит, среди них вот этот бесплатный общественный транспорт, он туда прекрасно вписывается, то есть, если надо будет помочь, мы этой администрации в этом плане поможем, уже сейчас мы это в какой-то мере лоббируем, то есть, ну, партия-центр готова из улицы двигать некоторые вещи, как распуск САИМа, уменьшение количества депутатов САИМа, тоже, значит, это наша инициатива. Помимо транспорта мы же предлагали еще бесплатные детские кружки во всех районах города, кажется, тоже нужны средства большие, да, но зайдем с другой стороны. Правда, муниципалитет отдельные кружки оплачивает. У муниципалитета есть помещения пустые вообще практически во всех районах, да, и есть люди, которые не платят пособие по безработице, например, да, то есть, получая, что на самом деле расходы будут куда меньше, да. Это тоже, в конце концов, Европа может доплатить те же самые проекты, а дети, извините меня, как мы их воспитаем, это наша страна в будущем, то есть, здесь, тут вообще экономия неуместна, а денег надо реально еще меньше, чем на транспорте. Получается, что на самом необходимом они экономят, а там, где реально надо тратить, там это не происходит. А что касается вот этого, с чего мы начали, вот эту вторую часть передачи этого универсального базового дохода, то вот сейчас в Германии начали эксперименты, каждый выплачивает, скажем, 1200 евро в месяц. В Финляндии были такие эксперименты, там, ну вот в каждом рамках этого эксперимента, то есть, они берут определенные территории, и каждый проживающий там гражданин Германии получает 1200 евро в месяц просто вот так, потому что он участвует в этом эксперименте. Значит, и потом они смотрят, как это будет там ново влиять на психологию и так далее, то есть, в принципе, развитый мир об этом говорит, он к этому идет. Но что самое интересное, что вот получилась такая история в восточном направлении, что, значит, я на этой неделе опубликовал статью в журнале «Стратегия» в Москве, значит, что, значит, какие преимущества и как вот развитый мир идет к этому базовому доходу. Ну, и там еще вот пара вещей я предложил. Как я, впрочем, предлагал это сделать в Латвии в марте, значит, и ввести базовый доход примерно 500 евро в месяц, значит, в Латвии. То есть, ну, у нас 760, как в Италии, наверное, пока что нереально, но 500 в месяц мы могли бы, то есть, при желании. В Швейцарии даже был, я помню по этому вопросу, референдум, да, не платить ли всем, сколько они там, 2000, по-моему, да. Да, ну, Швейцария крутая страна, значит, так что у нас, ну, в принципе, у нас тоже может быть референдум, значит, при желании. Но у нас, если люди пока что даже сами не могут распустить это, ну, тогда как бы шанс на референдум, конечно. При такой активности общества, значит, ну, это пока что я воздержусь. Самое смешное, что бюджет может себе это позволить, потому что эти деньги, они потом отменяют многие социальные выплаты. То есть, уже нагрузка на многие другие позиции в бюджете будет меньше, да. А деньги, как ты правильно сказал, еще и вернутся. Бассанджи послушайте, и вот кто-то может сказать, ну, тогда нужно и налоги взять и снизить. Ну, а с тем же странным, посмотри, да, ну, реально-то это решение многих социальных вопросов. То есть, люди получают, вот, сколько в семье людей, да, и каждый ездит на транспорте. Какая экономия для каждой семьи конкретной, да. В месяц даже. А ведь, чтобы сделать бюджет... Ну, 20-30 евро минимум, а то и больше. Чтобы делать каждый бюджет семь минут, не обязательно доплачивать. Можно, наоборот, помочь сохранить деньги, да. И получается, что социальная составляющая, то есть, забота о людях, да, выходит уже в данном случае на первый план, да. И причем в финансовом плане это практически ничего не стоит. Вот тогда такой вопрос, который не могу не задать. Но вот мы видим, что выборы состоялись. Судя по всему, вот эта коалиция, ну, правая, так, ну, я ее чисто условно называю, чтобы не нужно было перечислять все четыре партии, четыре политические силы, там партии еще больше, 39 мандатов из 60, казалось бы, вот вся власть в руках вот этой группы, у них и все возможности. Новая Рижская дума будет работать почти пять лет. Анжель, вы вообще верите, что они сами могут прийти вот к этой мысли о бесплатном общественном транспорте, или вы готовы им это подсказать? Или это все останется как бы так вот? Я вот все-таки не привык смотреть на частности, я привык смотреть в суть. Я зайду все-таки с... Видимо, у вас какое-то экономическое образование. С демократией, да. С выборной системой, да. Но я не сомневаюсь, что выбрали хороших ребят, там все, там, может, там есть хорошие спортсмены, музыканты, еще кто-то, да. Но извините, да, они не специалисты в тех вопросах, которые они сейчас решают. Это, соответственно, они все равно либо будут как попугай вообще за кем-то повторять и кнопки нажимать, не понимая, зачем они нажимают, да, а решение будет принимать кто-то другой, да. Либо они будут принимать решение наугад, если они будут самостоятельны. Но никак это будет необдуманное решение, да. И тут я даже не знаю, что лучше. Но вы не особо верите, что они прислушиваются к рекомендации специалистов и действительно пойдут на то, чтобы общественный транспорт вот в Риге был бесплатен? Я уверен, что они прислушиваться не могут, да, потому что они даже не понимают вообще, что я сейчас говорил. Ну, может, кто-то поймет, кто-то не поймет, да. Но хотя бы есть надежда, что поймут те, кто им дает указания, как голосовать. Вот интересно, что вместо того, чтобы ввести, сделать вот бесплатный общественный транспорт, некоторое время тому назад родилась другая шальная мысль у политиков. Сейчас они боятся ее произнести. Но я не исключаю, что они к ней вернутся о том, чтобы, ну, практически закрыть или ограничить въезд в центр города вот этих легковых автомобилей. Я не знаю, что они будут делать в форуме, который доставляет продукты. Ну, может быть, им разрешат. Но вот как вы к этому относитесь? Потому что те, кто говорил, ну, за это призывал, у них тоже есть свои, как бы, аргументы. Они говорят, понимаете, ну, чистота воздуха будет экологически. И вот мы должны бороться за экологию. Люди больше будут тогда ездить на общественном транспорте, на своих личных автомобилях. Вот как вам вся эта идея? Я скажу так. Когда кто-то приходит вообще во власть, ему надо делать какие-то заявления, чтобы быть популярным, чтобы находиться на слуху. И неважно, какие. Что-то надо сказать. Что-нибудь где-нибудь угадаем. На самом деле реальных расчетов нет. Как это аукнется, к чему приведет вообще, сколько надо чего, чтобы это реализовать. Поэтому я отношусь к этому, к этому я отношусь, как к популизму. Значит, я вот расскажу вот эту историю. Мы там начали, потом немножко ушли. Что вот там Россия опубликовала эту мысль о базовом универсальном доходе. И получилась такая история, что Медведев вчера сказал, «Единая Россия» это обсуждать. То есть, в России это обсуждают. И предложение сделать в России универсальный базовый доход. Сейчас на уровне, у них уже эксперты успели это предложить на этой неделе тоже, это на уровне трех прожиточных минимум российских. И это примерно 460 долларов в месяц. Значит, это там обсуждается. То есть, в принципе, поскольку Латвия не вняла предложением, которое мы выдвигали в марте по этому вопросу, то есть, у нас даже уже обсуждение отстаёт от России. А если Россия что-то до нас ещё и сделает, ну, что вполне, кстати… Причём в России это куда сложнее сделать, чем в Латвии, за счёт того, что в стране очень много климатических зон, огромная территория. Например, на Краине, в Севере и в Москве совсем другие заклады, нежели в центре России. Это же понятно, да. Ну, они уже за это взялись. То есть, у них стратегия есть, скажем. А у нас пока про это вообще, ну, как бы вот сейчас мы только по радио говорим. Да, ну, я понимаю, что вы как раз эту идею поддерживаете, но не боитесь ли вы, скажем так, ну, негодование, может быть, отчасти справедливо, тех людей, ну, не знаю, которые, что называется, пашут. Они работают, кто-то даже, чтобы прокормить семью и как-то обеспечить ей более-менее приемлемое существование, там, работает на двух, на трёх работах. И теперь, допустим, они услышат и говорят, вы знаете, вот там какому-то, ну, я не хочу никого обижать, какому-то там тунеядцу, я сейчас из своего кармана, деньги же не берутся из воздуха, должен, как налогоплательщик, вот его содержать, чтобы у нас был какой-то универсальный базовый доход. Не будет ли эта какая-то система такая уравнировки? Значит, уравнировок действительно, скажем, предлагает с в развитых сторонами, значит, что все получают, и те, кто работают, и те не работают. А, просто дополнительно, да, для тех, кто работают, да. Да, то есть, базовый доход, это для всех, значит, на базе вот этого, что можно ещё и работать. Вот в чём дело. Так что, значит, он без своей зарплаты, тот человек, который работает, он без своей заслуженной, заработанной зарплаты не останется, скажем, этой системе. Но у него будет подушка безопасности, и он ее будет получать на ровне… Может, сегодня ты работаешь, а завтра в условиях капитализма ты уже на улице. К сожалению, да. Вполне такое реально, да. К сожалению, такое мы сейчас видели и в марте. Примерно безработных у нас даже не единица, а порядка 80 тысяч человек. Это очень серьезная цифра для Латвии. И эта мера не исключает возможность работать, скажем, или не обязывает кого-то платить за тунецел, а наоборот, скажем, просто создает более комфортные условия для всех, то есть более гуманные просто условия. И поэтому в развитом мире это точно будет сделано. Правда, там, конечно, есть нюансы, что, скажем, еще одна тенденция, которая развивается, это социальный рейтинг. Это тоже будет вводиться. И по мере, ну, очевидно, если мы грубо говорим, что будет три уровня социального рейтинга, то есть низкий, средний и высокий, то этот базовый доход может быть привязан, и это будет даже справедливо, к социальным рейтингам. Если низкий, то он, скажем, меньше, допустим, если он высокий, то выше. И вот это ответственно на вопрос про справедливость, потому что, действительно, скажем, решения, которые принимаются, они должны быть справедливыми и восприниматься обществом так, да. И, соответственно, да, то и адрес будет иметь низкие, значит, социальные рейтинги, значит, часть, которых он будет получать, будет несколько ниже. А тот человек, который там работает и всю жизнь пахал, значит, он действительно будет получать больше, и должен получать больше, несомненно. Анжи, вот, может быть, такой последний вопрос, фактически возвращаясь к тому, с чего мы начали. Сколько вообще времени занимает, по вашим расчетам, для того, чтобы эта система бесплатного общественного транспорта была введена, допустим, в Риге, а лучше сразу во всем рижской агломерации? Потому что мы знаем, что несколько маршрутов рижских автобусов идут за пределы города, за пределы Риги. Теоретически можно ходить за авто. Реально проблема там более правильно посчитать расписание интервала автобусов-толебусов. Но я думаю, что специалисты в Риге-Сатом с этим могут справиться за несколько дней. Но нет опасности в результате боя. Знаете, есть отдельные дни, например, государственный праздник, когда транспорт в Риге объявляется бесплатным, и многие заметили, и сразу такая есть приписка. Вы знаете, ну, будет он идти по режиму воскресенья. И вот количество маршрутов резко сокращается, вроде бы и бесплатно, а ты должен по 30-40 минут ждать. Я скажу так. Люди наши, конечно, любят халяву, но халява только первые дни, а потом приедаются, и все входит в норму. Поэтому не надо бояться этой системы. Да, не надо бояться. И, в принципе, это независимость от экономической ситуации, которая сейчас складывается в Риге и в стране, это можно делать. Мало того, это нужно делать. Дело в том, что чем хуже в стране экономическая ситуация, тем это нужнее. Потому, что выгоду получают как раз те, кто зарабатывает меньше, кто передвигается на общественный транспорт. Кто ездит на лимузине, тому это по боку, тому это неинтересно. Да. Холодно, не жалко, они продолжат ездить. Это абсолютно нормальная ситуация. Они не пересядут на трамвай. Ну, может, и пересядут. Да. Трамвай. Ради понтов. Да. На разок другой. Нет, ну, тут как при капитализме. О, ты какой интересный трамвай. Значит, но по сути, значит, это мер разогрева экономики. И она будет как раз работать позитивно и в социальном плане, и в плане как раз разогрева после кризиса. Это просто перераспределение денежных потоков по другим руслам. На самом деле для бюджета там никаких напрягов быть не должно. На Западе это уже отработано многими годами, в том числе, как я говорил, социальные выплаты. Ну, вот, да, он вам это про Люксембург сказал. Все в порядке с Люксембургом. Ну, и к тому же не забудем, что все-таки мы платим нехилые деньги в бюджет Европы, и все-таки имеем право что-то получить назад в качестве дотации. Не то слово, да. Андрей Занович, Ромут Горсович, надбор студии, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.